Открытый телеканал представляет Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы на открытом телеканале. Программа «Спасение Титаника». Чтобы получать достойную пенсию в старости, но начинать готовиться к ней с молодости. Пенсия, пенсионные вклады. Тема сегодняшнего нашего разговора с Игорем Литвиновым. Добрый день, Игорь. Добрый день. Как твои дела? Отлично. Ты начал уже готовиться к пенсии? Ну, это от меня не зависит. На самом деле, это обязанность каждого гражданина Израиля. Есть вещи, которые мы можем, конечно же, планировать. Есть вещи, которые нас не спрашивают, когда у нас берут определенную часть денег, допустим, для того же Биту Ахлеуми. Хорошо. Наши возрасты выхода мужчины на пенсию сегодня 67 лет. Поэтому, на самом деле, у тебя еще достаточное количество времени, чтобы подготовиться к этому. А женщина выходит на пенсию в 62 года. Да. Но, на самом деле, сегодня в Израиле происходит и такая борьба за повышение пенсионного возраста женщины до 64 лет и дальнейшего его увеличения до 67 лет. Ну, это даже не борьба, это уже реальность. Есть поступенчатая такая программа, что женщина в итоге будет действительно 64 года. Все зависит от того, когда человек родился. Да. Кстати, по этому поводу Каренит Флук сказала, что если женщина будет входить 64 года на пенсию, то выплаты по ее пенсионной программе увеличатся от 8 до 10 процентов. И к 67 годам это будет, по-моему, 21-28 процент. Так что даже и наши выплаты увеличатся. Скажу, пожалуйста, а готово ли вообще общество к таким переменам? Ну, я думаю, что тут даже не вопрос, готово ли оно или нет. Я думаю, что есть тут необходимость. То есть, с точки зрения экономической, если мы посмотрим на ситуацию, которая сегодня сложилась в западных странах, я подчеркиваю, не в Израиле, то там действительно есть один из самых сильнейших элементов от кризиса экономического, это именно пенсионный. Я говорю про западную Европу. То есть, есть страны, как Германия, Италия, где, с одной стороны, мы видим, что количество лет жизни увеличивается, с другой стороны, мы видим, что деторождаемость не увеличивается. Происходит буквальным образом следующее. Но, может, это в Европе не увеличивается? Мне кажется, что в Израиле деторождаемость как раз-таки все в порядке. В Израиле с этим проблемой нет. Кстати говоря, согласно прогнозам, до 2050 года Израиль, наверное, не столкнется с проблемой пенсионных выплат. Но все равно мы должны смотреть, мы должны видеть, что происходит с нашими соседями, с нашими друзьями, членами-членами в клубе ОСЕДИ, и понимать, что перспектива, она не радужная. Потому что, если мы говорим, мы должны знать, как себя на самом деле на это дело настроить, планировать будущую ситуацию. То есть на сегодняшний момент говорят о том, что бюро статистики ОСЕДИ, что к 2030 году, если не будет подвижек выплате пенсии в Германии, вообще во всей Западной Европе, уровень жизни там должен упасть на 50%. То есть это серьезная проблема. Люди привыкли к определенному уровню жизни, и они себе этого позволить не могут. Кстати говоря, в Израиле тоже голоса говорят о том, что нынешние процентные ставки, которые мы платим в пенсии от зарплаты, они не дадают нам возможность получить так называемые 75%, то, что мы все знаем, 70%, 75% от зарплаты в качестве пенсионного нашего пособия. Говорят о том, что это даже покроет только 50%. Мы должны понимать это и правильно именно планировать, и в качестве человека, и в качестве государства, конечно же. А с точки зрения социальной, я думаю, что общество обязано каким-то образом найти... То есть мы смотрим, с одной стороны, на работу, как какую-то проблему, от которой мы хотим оттолкнуться. С другой стороны, нужно понимать, что человек получает громадное количество свободного времени, которое нужно знать, как распределить. И денег на это не всегда хватает. Кстати говоря, если мы говорим о статистике, то Израиль... Есть две группы населения, которые являются очень бедными по отношению ко всем параметрам OECD. Те же Германия, Италия, неважно. Это молодое поколение, и это старшее поколение. Вот это два. В середине мы лучше всех, лучше других. А вот именно вот эти два возрастных отрезка, они очень-очень гораздо беднее, допустим, старшее поколение гораздо беднее в Израиле, чем в другом мире западном. Вот интересно, в связи с повышением пенсионного возраста, рынок труда готов предоставить работу пожилым людям на сегодняшний день? На самом деле в Израиле, как ни странно, но положение, опять же, мы сравниваем себя по отношению к кому-то, мы всегда знаем, по отношению к OECD в Израиле положение неплохое. То есть является одной из, так сказать, первых стран, где действительно люди более пожилого возраста работают. Хорошо, если не сравнивать? Если не сравнивать, то, конечно же, обязаны думать о том, какие индустрии, какие формы работы мы должны предоставить людям, не только с точки зрения зарплат, хотя это очень важно, а с точки зрения того, что у них было чем бы заниматься. Это очень важная критерия для принятия решений, потому что люди, которые живут после выхода на пенсию 30-40 лет, это громадное количество времени. Да, мы не говорим о тех людях, которые живут после выхода на пенсию. Я говорю сейчас, человеку, которому исполнилось 60-65 лет, это еще не пенсионный возраст. Где-то человек может начать работать. Кто его возьмет на работу? Готов ли к этому рынок труда? Ну, рынок труда, на самом деле, у нас частный рынок. То есть государственных программ тут нет. Вот это мы должны как государство понимать, что это члены нашей семьи, всей израильской семьи, и мы должны думать, как мы, как семья, сидя за круглым столом, решим, какие направления открывать. Кстати говоря, бизнесмены, а стратеги в бизнесе говорят, что вот направление третьего возраста, людей пожилого возраста, все, что связано с индустрией вот этой, будет цвести в ближайшие 50-100 лет. То есть очень важно и для государства создавать вот там инфраструктуру такую, чтобы эти люди, которые выходят, они могли работать. На самом деле сегодня происходит следующее. Люди, которые способны продолжать работать, продолжают работать. Почему? Даже те, которые хотят уйти, они продолжают работать из-за того, что существует проблема с их детьми. Мы знаем, что сегодня, как говорил Банк Израиля, как молодые люди покупают квартиры, они их не покупают, их покупают родители. Вот так. Короче говоря, и это не только в Израиле, в Америке тоже самая ситуация, что обязаны старые, стареющие люди работать больше. С одной стороны, не хотят, а обязаны. С другой стороны, кто хочет, не всегда могут. Вот тут государство должно помочь. Каким образом? Не тем, что оно будет сейчас создавать государственное предприятие, а делать такую инфраструктуру, чтобы вот эта прослойка населения могла сама себя обрабатывать, работать на себя, обеспечивать. Здесь различные субсидии, программы, которые в итоге, что они дают? Они дают чистую прибыль государству, потому что вместо того, чтобы платить пособие, если люди будут работать больше, есть пособие, которое ты обязан платить, есть пособие, которое ты не обязан платить. То есть может продолжать пенсионные программы больше. Если есть такое желание, обязательно мы должны предоставить это людям. Мы должны понять, что эти люди это наши отцы, наши деды. Хотел сказать наше будущее, но на самом деле. Наше будущее на самом деле. Эти люди вокруг нас. То есть какие сегодня решения? Ну это уже социальные. Хорошо, давай поговорим немножко о пенсионных фонах. И кто сегодня получает пенсию в Израиле? Ну в Израиле сегодня получают пенсию каждый гражданин Израиля. Да, но я слышала, например, что надо для этого проработать 10 лет в Израиле, иметь какой-то старший работой, чтобы потом получать деньги от института национального страхования. Я не ошиблась? С пенсией на самом деле у нас есть три рубежа страхования гражданина Израиля. Первый рубеж это так называемый Битуах Леуми. Институт национального страхования. Институт национального страхования. То есть Битуах Леуми предоставляет в тот момент, когда мы выходим на пенсию, пособие по старости. Это не пенсия, это пособие по старости, которое в принципе очень маленькое. Ну говорим, наверное, на человека, который подходит по критериям. Это в 67 лет, да, у мужчины сегодня 62 года, у женщины? Да, 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 64 года, у женщины 8. Вне зависимости от того, работал этот человек в Израиле или не работал? В зависимости от того, если он работал. А, это зависит от его работы. Да, это зависит от того, что он очень работал. На самом деле структура и критерии, они очень запутанные. Но в принципе человек должен проработать там, если это репатриант 60 месяцев, если это не репатриант, то 10 лет. Если люди, которые были за границей и последние 5 лет проработали, то им тоже признаются. Есть различные критерии. Человек, да, обязан был работать и вносить вот эту плату за будущее свое использование пособий. С одной стороны. Подожди, мы сейчас говорим о пособии по старости, да, не о пенсионной программе. Пенсионная программа не существует у национального страхования. Существует пособие по старости. Пенсионные программы, которые мы имеем в виду, основная часть их, это именно то, что мы вкладываем сегодня. Наш работодатель вкладывает, и мы вкладываем в различные пенсионные фонды. Игорь, деньги, которые мы платим, мы биток Люми. Эти деньги в течение нашей работы, да, когда мы работаем в течение жизни. Это деньги, которые мы потом получаем как пособия по старости. Это деньги, которые мы получаем как пособия по старости. И эти деньги не зависят от того, какая у нас зарплата была. Это зависит от того количества лет, которые мы платили. То есть тут существует какой-то социальный такой критерий, который говорит, что человек, который зарабатывает больше, он, в принципе, финансирует человек, который зарабатывает меньше. То есть, и получается так, что вот все могут получить пособие. Не в зависимости от того, продолжают они, допустим, получать пенсию, не продолжают. В тот момент, когда они должны согласно выходить на пенсию, они начинают получать это пособие. Пособие относительно очень маленькое. Мы говорим о 1600 человек или на человека. Если семья там, это больше, все зависит от того, как смотрят на тебя, как семья, либо как два индивидуума, есть разные критерии для этого. То есть, в принципе, это... Стаж работы не важен. Стаж работы в Израиле не важен? Есть добавка, двухпроцентная добавка. Если ты работаешь больше 10 лет, там есть такие схемы, которые доставляют вот эти добавки. Но опять же, смотри, мы говорим о том, что сумма это не основная. Когда мы говорим про пенсию, мы не имеем в виду пособие о старости. Мы должны это разделить точно. Потому что я не видел еще семью в Израиле, которая проживает на 1600 шекелей. На индивидууме, что является практически... Ну, в два раза меньше прожиточного минимума. Ну, не в два раза, немножко меньше. Неважно. И, кстати говоря, в том случае, если у человека нет возможности получать вот этот вот прожиточный минимум, вот эту вот дельту... Пособие по старости получают все. Мы говорим о людях, гражданах Израиля. То тот, кто получает пособие по старости, и у него есть возможность получить пособие по прожиточному минимуму, вот институту добавляет вот эту сумму денег, которой не хватает. Пособие по старости как таковое, в принципе, практически все... Ну, есть группы, которые... Ну, это изотерная абсолютно ситуация, что человеку не положено... Ты знаешь, что не называют это пособие по старости. В любом случае человек в Израиле, институт национального страхования, кроме определенных случаев, там, выплачивает, тогда называют это пособие по прожиточному минимуму. Но, 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 очень важно сказать, мы сейчас 10 минут разговариваем о Битуахе Леуми. На самом деле, в нашей пенсионной программе это является относительно мелким фактором. Да, я как раз хотела об этом у тебя сейчас спросить. Я знаю, что сегодня государство обязывает работодателей откладывать пенсионные фонды для своих работников деньги. Смотри, да, сегодня мы откладываем из различные виды фондов. Тут интересная история, я думаю, у нас будет время продолжить разговаривать про это. Государство заставляет... Сегодня закон он таков, что каждый работодатель, каждый человек, который работает, обязан отчислять определенное количество денег. Государство это законом провело. Кто обязан, работодатели или мы работающие люди обязаны? И то, и другое, с двух сторон это идет. Значит, даже если они работают, тоже обязаны позаботиться о своей старости, откладывать деньги? Однозначно. Ты должна позаботиться... Это закон или это чисто личное такое отношение? Вот это не закон, это не закон, и хочется... Это не закон. На самом деле, закон платить в Битуахе Леуми. В Битуахе Леуми ты обязан платить, даже если ты не работаешь. Игорь, можешь дать небольшой такой совет, как нам все-таки подготовиться к пенсии? Я думаю, что подготовиться к пенсии мы должны в трех разных аспектах. Первое, это как личности, как граждане Израиля, как люди, у которых есть семьи, мы должны видеть и откладывать деньги на пенсию. Либо через работодателя, через работу, либо частным образом. На черный день обязаны это делать. С точки зрения государства, государство должно действительно проводить национальные программы, которые помогали бы людям, которые выходят на пенсию, не чувствовать себя одинокими. Одна из проблем, все важных, которые происходят не только в Израиле, а во всем западном мире, то, что люди чувствуют себя полностью брошенными. Даже если они получают хороший денежный эквивалент, на самом деле он мог быть гораздо ниже, если бы чувство солидарности даже в семье, а не то, что мы в определенном возрасте посылаем своих родителей в дома престарелых. Если бы это чувство было возрождено. Вот это мы, как общество и как государство, должны, обязаны, обязаны усиливать. Потому что сегодня мы, к сожалению, свидетели немалых фактов того, что люди третьего возраста являются помехой. Они себя так чувствуют, и мы, как их дети, наверное, так воспитаны ими же, чтобы, как бы, вот эта вот система индивидуализма крайнего, она, в принципе, не дает никому возможность заботиться о ком-то. А что же государство может это сделать в таком случае? А государство должно, с точки зрения Министерства образования, мы говорим о процессе. Процесс этот, он состоит из экономической составляющей и социальной составляющей. Вот я говорю, что социальная составляющая, она не менее важна. Смотри, вчера вечером в газете «Арец» опубликовали положение пенсионного возраста женщин пенсионного возраста в Южной Корее. Оказывается, там есть центральный парк, я был в шоке, на самом деле. Это просто подошло к нашей программе. Женщины, которые приставы 65-67 лет, у них нет достаточно средств, они обязаны подрабатывать проституцией для того, чтобы обеспечивать себе нормальный уровень жизни. Здесь в Израиле это происходит? Нет, в Южной Корее. В Южной Корее. Один – это экономический, который мы обязаны очень серьезно проглотично подходить, рассчитывать и как семья, и как общество заставлять всех откладывать на старость. И другой – это социальный. Мы разучились друг к другу быть вместе. Это очень важный аспект, потому что тот самый безопасный, который чувствуют люди, свою принадлежность к социуму, они чувствуют из-за того, что у них есть общение. Вот мы, как люди, которые приходят постепенно к пенсионному возрасту, обязаны раз увеличить круги своего общения. Мы обязаны, конечно же, воспитывать детей под оборудованием, чтобы тот, у кого сегодня есть проблемы, вся семья ему помогает, он не является изгоем и помехой, он является членом семьи. Кстати говоря, это дает громадное-громадное чувство ответственности. Давай я хочу немножко вернуться сейчас все-таки к пенсионным фондам. Ты говоришь, что надо откладывать на старость какие-то деньги. Где мы их можем держать, эти деньги? Как мы их можем откладывать? Есть пенсионные фонды, есть пенсионные кассы, или может быть просто пойти в банк и закрыть на определенную программу? На самом деле есть действительно громадное, не громадное, но большое количество сегодня различных путей откладывания денег. То, что их можно суммировать, а то, что государство на долгосрочные программы дает определенные субсидии. Что значит субсидии именно с точки зрения налогообложения. То есть человек, который откладывает на долгосрочные программы. Что такое долгосрочная программа? Это 6, 5, 10 лет? 15 лет. 15 лет и более, в принципе, 15 лет и более. То есть человек получает вот такую возможность именно сэкономить за то, что он не платит налоги за вот эти вклады. Или платит уменьшенные налоги. Значит, мы сегодня идем в банк и открываем просто пенсионную программу? Нет, ну в банк есть много выводов. На самом деле, это важно сказать. Пенсия это очень-очень серьезная вещь. Вы обязаны, обязаны консультироваться с консультантом, у которого есть разрешение на это. Это очень важно. Потому что, действительно, мы говорим о нашем будущем. Это с одной стороны. С другой стороны, мы обязаны воспитывать, государство воспитывать атмосферу такую, что мы смотрели на этих стареющих людей не как на помеху, а как на часть нашего общества. Очень полезную часть, которая может помочь нам всем правильно расти. Мы сами будем этой же частью общества через несколько десятков лет. Мы сами будем, ну это чисто да, и мы сами будем этой частью. Мы должны это понимать. То есть, из-за того, что тенденции они такие, мы обязаны знать, как это вот все переварить. Потому что деньгами ты тут не отделаешься. Деньги не панацея для всех бед. А панацея для всех бед это именно человеческие отношения. Все равно хорошо, когда мы позаботились об этом. Заботиться обязаны. Нет связи. Я говорю, что экономика всего лишь это производный инструмент человеческих отношений. Экономика тоже изменится, если мы изменим человеческие отношения между нами. В данном аспекте мы обязаны требовать от наших родственников, от нашего окружения откладывать деньги. Самым серьезным образом пройти консультирование, просмотреть различные виды программы. Мы это затронем. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что чувство одиночества в старости, это очень больная проблема. Это проблема не у кого-то, у соседей. Это проблема практически в каждой семье. Надо решать все вместе. Что старые люди просто выбрасываются, выбрасываются. Но это уже очень... Я имею в виду с экономической точки зрения, я имею в виду с чувственной точки зрения. Сегодня продолжительная жизнь. У женщин 87 лет, поэтому после выхода на пенсию им остается 24 года жить. 24 года жить у мужчины, немного меньше времени. Но на самом деле это пенсионный возраст, как раз то самое время для реализации своих планов. И я думаю, что мы все начнем к этому уже готовиться. И ты, и я, и открывать пенсионные программы, и как-то, может быть, в социальном отношении. Не может быть, в социальном отношении оно очень важно. Потому что люди же даже с доходами, мы знаем, что одна из проблем это депрессия. Давай мы, Игорь, здесь одну минуточку, мы продолжим разговоры наши на следующей программе. Потому что мы затронули очень важные точки, не успели обо всем этом поговорить. Поэтому следующая программа как раз будем говорить на эту тему. Это была программа «Спасение Титаника». Я Лейкин, Маргарита и Игорь Литвинов. До свидания.